Всем привет! Сегодня я в новой кофте. Кофта сшита у меня из кусочков. Из моей коллекции коробок, огромных коробок с отрезами. Здесь, я так понимаю, что у меня лапша. Ну да, здесь у меня лапша. Видите, кофта уже ношенная, не знаю сколько раз, уже много. Здесь у меня получается боковая часть и центральная, видите, из трех частей. А по спине, сколько тут у меня частей? Раз, два, три, четыре части. То есть какие вот были у меня куски, что смогла, как бы то слепила. В целом, мне эта кофточка прям нравится. Она хлопковая, удобная, на каждый день. Можно было, кстати, поменьше сшить размером, чтобы была более такая утянутая. И смотрелось бы уже совершенно иначе. Нитки не помню, какие использовала, но нитки так немножко подмахрились. Или, возможно, надо было выбрать ролевый шов более мелкий. Потому что он здесь крупный. Еще плюс на мне штаны, которые я сшила. Сшиты они из трикотажа. Но этот трикотаж дорогой я покупала. Это ткань по типу джерси. Покупала я ее в итальянском магазине. И брала я кусок метр сорок. Потому что она была уже, по-моему, на 10 сантиметров. Потому что у нее ширина была метр сорок. И плюс эта вискоза, она могла дать большую усадку. И я с запасом беру обычно на такого плана штаны. Потому что, опять же, длина, чтобы не была короткая. Потому что ты покупаешь всегда магазинные брюки. Вот у меня сколько магазинных брюк. Чаще всего, что они заканчиваются выше, где надо. И получается, ты носки напяливаешь. И у тебя, не знаю, вот так это все смотрится. Грубо говоря, вот у тебя кость. Штанина у тебя там заканчивается. Вот стопа, да? Штанина у тебя вот тут висит. И тут носки. А здесь по длине я шью, чтобы не было такого эффекта. Так, наверное, пониже надо опустить. Сейчас тапочки сниму. Ну вот, они обычные брюки. Облегайки. Тянучка. Ткань супер. Таскаю уже... Сколько я их таскаю? Это, наверное, месяца уже так три. Катышек нету. Широкий пояс. Сейчас посмотрим, сколько у меня сантиметров. Мне кажется, шесть. Ну да, шесть сантиметров. Там толстая резинка. Резинку внутри я здесь сделала пару стежков. И вот здесь тоже пару стежков. Чтобы резинка не выворачивалась. То есть это выглядит вот так. И в целом в таком я хожу на улицу. Гулять. Что еще вам сказать? Мандарины мои. Хотите посмотреть, что у меня там по мандаринам? Мандарины у меня что-то как-то вяленько растут. Сейчас я вам покажу. Ну, как сказать, растут. Давайте посмотрим, что это намутило с мандаринами. Они у меня вот ватки влажные. Один дает росток. Вот этот. Вот этот маленький. Видите, белая. Как сфокусироваться. Короче, вот. Это малыши мандариновые. Посмотрим, что из этого вырастет. Сегодня я хочу почистить машинки, подставки под нитки на машинке, стол и саму машинку. Потому что вот подставки под нитки я вообще их поверхностно обычно протираю. Но сегодня я хочу сделать это более глобально. Вот, смотрите. Я имела в виду вот эту часть, да? Как ее почистить. И чем бы ее почистить? Чем-то сухим, как вариант. Пыли снять. Потому что влажным это все, наверное, скатается. А вот на этих машинках, да, это более... Ну, в каком я ее году покупала? Наверное, в 17-м или в 16-м. Здесь, наверное, можно ее почистить влажной. Но вот я пробовала, видите, как у меня скатывается? Я влажной тряпкой очищала все это время. То есть я ни разу не снимала. А сейчас я решила, в общем, снять вот эту штуку. Опа, блин, с одной-то я сняла. Ладно, сейчас, подождите, вторую руку надо. Вот на распошивалке тоже вот такие. Здесь вообще уже порвана эта штука, вкладыш. По сути, наверное, может, их и вообще снять можно. Но, может быть, будет больше вибраций или чего. Я не знаю, для чего эти штуки. Но они у меня здесь почему-то как будто почище. Хотя, может, я здесь просто влажной тряпкой их не чистила. Поэтому из-за этого кажется, что они чище. Хочу попробовать снять эти держатели. И вообще просто взять, постирать эти штуки. Ну, тут вообще раскололся. Так, ну-ка, а тут. Вот здесь хорошо снимается. В общем, я это все сниму. Смотрите, сколько пыли. При том, что я периодически брала тряпку. И снизу вот так вот пальцем подчищала. Но этого недостаточно было. А пыли, пыли, жесть. Просто жесть. Сегодня у меня самый санитарный день. Я вот столы протерла. Ну, тут еще по низу не протерла. Обычно я как? Протираю все влажной тряпкой стол. Машинку я не знаю. Наверное, лучше влажной не протирать. А брать сухую, чтобы она пыль собрала. Вот. Сухенькую. А внизу я протираю обычно влажной. Вот я, видите, протерла уже более-менее чисто. Ну, ладно. Смотрите. Надо будет здесь вот эту штуку снять. А тут не... Оу, я не знаю. А, ну вот если только ее вот так крутить. Вот так она, кстати, снимает. Смотрите. Интересно, почему так. Короче, я намылила. Смотрите, какая грязь. Я их никогда не стирала. Жесть. Это жесть. Ну, вот я намылила распошивалочное. Тоже все черное. Вот они две рваные эти. Вот это уже на грани. Это вот. Ну, вот так. Надо, наверное, будет купить какие-то новые, что ли, замены. Или можно самим сделать из фетра. Кстати, кстати, можно реально купить фетр. И я думаю, что вырезать вот такие штучки. Че? Как вариант. Разместила я тут свои эти лепехи сушиться. Пусть сушатся. Вот они эти драненькие, конечно. Ну, вот. Пусть подсохнут. Пойду пока протру сами машинки. Снизу все чисто, кстати. В отличие от поролона, который был на других машинках, он не пропускает эту пыль вот все вовнутрь. Так что там прям вот под этой штучкой все очень чистенько, прям хорошо. Вот, кстати, для чистки оверлока, получается, вот я использовала сухую тряпку трикотажную. А для самого, вот где вот иголки, счищаешь вот здесь вот самой щеточкой. То есть это удобно. Или здесь вот внутри можно почистить. Такой кисточкой я ее купила, там, в Леруа Мерлен, по-моему, рублей за 70. Она тоже вся пыльная, вот ее помыть надо. Здесь я аккуратно салфеткой вот этой протерла пыль, чтобы не повредить. Потому что вот влажные я боюсь протирать, я боюсь, что будет коррозия. Знаете, вот. Ну, как бы такое дело. Каждый сам решает, как ухаживать за своей любимой вещью. О-о-о, это мои простые машинки, я их обожаю. Поэтому я буду максимально нежно и с любовью к ним относиться. Вот так. Вот эти постиранные, высушенные. Все у меня тут чистенько. Стол протертый. Чистота. Здесь тоже все на место уже сложено. Мои дырявенькие тряпочки. Поролончик точнее. Вот, надо чехол сшить на эту машину. Уже руки не доходят, какой год. Ну вот, давайте запомним чистоту. Я думаю, она сохранится минуток на пять. Но все же. Теперь я пылью не дышу. Ну что, пришло время погулять, а потом поесть. Уборка у меня закончилась. Часики погуляла. Теперь пора, время набрать калорий. Блин, надо сюда смотреть. Уборка у меня закончилась. Я... Блин. Ну что, уборка подошла к концу. Часики я погуляла. И сейчас зашла перекусить. А то у меня недосдача калорий. Взяла себе ром. 525 калорий. И кофе на 120. Жизнь. Ну, я буду обалдеть. У меня все равно еще в запасе 500 калорий на сегодняшний день. Ммм. 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 Ммм.